Добрый день! С вами астролог Ермольна Татьяна. И я наконец-то подготовила для вас прогноз на 2017 год. Специально его не выпускала раньше, потому что был ретроградный Меркурий, и мне не хотелось бы по пятнам движения планеты информации и коммуникации что-либо прогнозировать, но теперь, я думаю, пришло самое время. И прежде чем я расскажу о прогнозе на целый год для вашего солнечного знака, я хотела бы обратить ваше внимание, что все-таки мы намного больше, чем наш солнечный знак. Человек — это сложный механизм, сложно реализуемый механизм. И я прекрасно понимаю, почему нам так интересно понимать, что нас ждет, потому что у нас есть определенные планы. Или даже если они не сформированы и нами неосознанные, то хотя бы надежды, какие-то определенные мечтания. Безусловно, нам хочется просто иметь некую мотивацию на то, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом. И именно поэтому я хочу вам предложить еще один способ понимания того, как вы можете реализовать свои планы надежды и мечтания в 2017 году. У меня на сайте есть небольшой тест, который определит ваши стратегии и мотивации к счастью. Ну, если вам действительно немного интересно узнать о себе, то пройдите по ссылке, которая указана в описании на мой сайт, скачайте этот тест. Он небольшой и очень интересный. И, в общем-то, был разработан далеко не на пустом месте, а в ходе серьезных исследований психологических. Поэтому, думаю, он вам понравится и очень откликнется. Но теперь давайте я поговорю именно о вашем знаке и именно о вашем прогнозе. Итак, каким же будет для вас Овны 2017 год? Я разделила свой прогноз на таких две больших части – это карьера и любовь. Ну, я прекрасно понимаю, что есть наша социализированная или социальная жизнь, профессиональная реализация, а есть личные отношения. Это немного разные направления нашей жизни. Поэтому поговорю об этих двух важных сферах в нашей жизни отдельно. Карьера в 2017 году у Овнов ожидается такая. Вам будет непросто договариваться с другими людьми в этом году. Он для вас, честно говоря, кризисный и совершенно непростой. И главной проблемой станут сложности во взаимопонимании. Но они, кстати, коснутся не только личной жизни, но также и профессиональной. Серьезные проблемы могут возникнуть на работе. Ваша активность, а порой и агрессивность приведут к тому, что открытых и тайных врагов станет очень немало. И они существенно подпортят вам любое продвижение вперед. Во взаимоотношениях с высшим руководством гармонии вы не добьетесь в 2017 году. Возможно, год будет посвящен борьбе за свое место под солнцем. Ну, я думаю, вам это знакомо. Но в этом году это действительно будет такая тема, которая проходит красной линией через вашу профессиональную жизнь. И эта борьба будет открытой и беспощадной. Вам существенно может помочь дисциплина на этом отрезке вашей жизни, а также развитие собственного интеллекта, а именно гибкости, поведенческой и выдержки. С другой стороны, такая ситуация, угрожающая вам потерей работы и потери бизнеса, а также утратой авторитета, заметьте, это действительно те ситуации, которые могут как риск возникнуть в 2017 году, может очень помочь ваше взрослении, в осознании своих настоящих приоритетов и в понимании своих истинных ресурсов. В этом году думать будет некогда, но без осмысления происходящего вы, честно говоря, рискуете совершить слишком много ошибок. А вот дела, связанные с путешествиями и судами, могут значительно улучшить ваше настроение. Вот здесь вам должно действительно повезти. Ну, то была профессиональная социальная жизнь. А что же вас ждет в любви? Ну, вот и тут рассчитывать на спокойный год не приходится. Он таковым в любовных вопросах точно не будет. Для многих из вас он окажется решающим, быть вам дальше в паре или идти дальше по жизни одному. Расставания и разводы очень вероятны в этом году. Такие события будут, честно говоря, развиваться достаточно стремительно, и проблемы станет хоть что-либо вернуть назад. Поэтому не делайте поспешных шагов. Как бы сами обстоятельства будут так складываться, что вы будете в каком-то водовороте событий. Однако для одиноких овнов этот год будет не менее значимым, потому что их ждут встречи и очень большое чувство. Берегите зарождающиеся отношения. Вот в этот год может так получиться, что вы встретитесь и быстро расстанетесь по причине недоговоренностей и упрямства обоих. Так что эмоциональную гибкость надо развивать. Помните, я вам говорила об этом в профессиональной жизни. И обязательно развивать ее и быть более последовательной в своих действиях. Для любовных дел лучше всего подойдет весна, потому что этой весной Венера становится ретроградной. И мы возвращаемся к ее делам, к нашей личной жизни и к тому, что мы еще как опыт до конца не прошли и не прожили. Так что март, апрель и первая часть мая в вашем распоряжении. Обязательно воспользуйтесь теми ситуациями, что судьба для вас создаст в это время. И я хотела бы как бы прорезюмировать то, что советуют вам звезды в 2017 году. Их немного, этих советов, всего лишь 10. Услышьте и может быть воспользуйтесь ими. Учитесь быть гибкими. Обязательно тренируйте свою выдержку. Найдите, наконец, своего учителя. Обращайтесь за советом и не оставайтесь наедине со своими проблемами. Найдите для себя девиз и пусть он поддерживает вас в течение всего года. Говорите о своих чувствах, а не о действиях, как вы, в общем-то, привыкли. Спрашивайте мнения окружающих, потому что фокус внимания должен быть в этом году на них. Не принимайте решений сразу, дайте себе сутки наподумать. Примите своих недругов спокойно. В предательстве тоже есть смысл. Вам необходимо его найти. Спокойно относитесь к агрессии других. Помните, что любая эмоция по отношению к вам – это ваш ресурс. Вот таким будет ваш прогноз на этот год. Еще раз хочу отметить, что мы говорим об общем прогнозе, потому что мы говорим только о солнечном знаке здесь. Но ни хлебом едином жива астрология, ни солнцем едином жила астрология. И уж тем более не все в солнце, не только солнце определяет судьбу человека. Ну, если вы хотите немного больше о себе узнать и понять, какие стратегии, какие возможности вашего поведения и фокуса внимания дадут вам некий мотив для достижения в 2017 году, обязательно пройдите тот тест, который я вам рекомендую. Он ссылкой есть в описании под этим роликом. Я же вам хочу пожелать, чтобы в 2017 году ваши желания исполнялись. И исполнялись они заслуженно. Ну, болейте за них. И желайте действительно прям вот того, что ваше сердце требует. Идите за потоком, но будьте хорошим стратегом и планируйте сразу на 5-10 шагов вперед. Я желаю, чтобы Вселенная вас хранила от неприятностей, а близкие люди вас не предавали, вас верили и вам помогали. А еще желаю вам огромного здоровья и всегда хорошего настроения. С вами была ваш астролог Ермолина Татьяна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok